Я, короче, собираюсь на работу. Слякоть такая. Вот это вот расческа. Расческа. Сегодня, короче, к нам пришла резинка, которая очень похожа на паука. На какого-то паукообразного. Купили бы такую резинку? Сегодня, короче, разобираем поставку. Я теперь в каждой поставке новогоднюю. Так, ну что? Коллекцию одну я перевесила. Все как нужно по стандарту. Осталось работать меньше половины, короче. Где-то уже часов, полшестого где-то примерно так. Время уже где-то 18-12 оказывается. Оказывается, время быстро пролетело, пока я была в зале. Сижу, села немножко передохнуть. Ну, чтобы спина особо не болела. Но, короче, меняемся. Если что она посидит, то я посижу. Короче, повесили тут уже все новогоднее. Короче, я сегодня впервые за долгое время очень сильно продрогала, пока ждала автобуса. Он не ехал, наверное, где-то минут 15-20, серьезно. Я стою, там мне ногам холодно, просто уже вот так вот задубело. И не едет ничего. Уже проехала там три автобуса, например, ну, определенного номера, да, а мы его все нету. Ну, короче, потом он приехал. Вот сейчас в 20 часов уже 11, наверное. Это я в 10-12 вышла с работы, и это я только в 11 вышла с остановки. Нормально? Прождала там 20 минут, наверное. Помните, совсем недавно я снимала, когда тут у нас уже была осень. Теперь у нас, короче, зима. Посмотрите, короче, как красиво. Ребят, смотрите. Просто красота. Мне кажется, вот тут классно. Можно даже вот тут снимать какое-то типа, что-то типа клипа. Это очень хороший локация. Надо только дождаться прям ночи. Прям, чтобы было, наверное, часов 12 ночи, чтобы тут не ездили машины, автобусы, и никто не мешал. Вот я не могу пойти мимо, понимаете? Типа я обязательно сфоткаю, если я увижу какой-то кадр. Еще засниму это на видео. Даже если я замерзшая, даже если идет дождь, даже если, не знаю, град, снег. 23.07, я пришла домой. Так, я сегодня утром и поставила на работу, но я сделала все, что я хотела. Я зашла в одно место по делам. Сегодня день прошел очень спокойно. Значит, завтра я тоже работаю, а потом у меня идет два выходных. Меня там сегодня спрашивали, могу ли я там выйти в воскресенье вроде бы. Да. А у меня в этот день спланирована встреча с подругой, потому что мы 19 ноября так с ней не встретились. Потому что я проспала, потому что у нее автобус, то он уезжает рано, то он уезжает поздно, то его как-то переносят. И у нас не получилось просто, ну, как-то состыковаться. Мы договорились на 26 число. Мы такие, а ты можешь выйти? Вы знаете, я не знаю, может быть, если бы прям нужна была еще срочная помощь, я бы и вышла. Но я еще почему-то отказала, потому что сегодня я спала ночью в 2 часа буквально. Серьезно. Вот, поэтому я такая подумала, что работать сегодня, работать завтра и еще потом, ну, типа, выходить еще один день. Но это как-то слишком очень жестко. Три дня подряд вот так вот. Я, короче, еще не ужинала, но бабушка тут приготовила путерброды. Потому что я поужинаю путербродами. А знаете, что еще из новостей? Короче, я сегодня очень сильно в подсобке долбанулась. Ой, господи, я в какую-то эту фигню головой. Вот прям серьезно, здесь где пробор. Я еще смотрю, и понимаю, что тут шишка. Доброе утро. Короче, сегодня суббота. Сегодня мы работаем вдвоем. Завтра у меня выходной. Я сегодня еле встала, если честно, потому что легла вчера где-то около... Ну, где-то полтретьего, как-то так. Печально. Очень печально. Но я решила за ним не бежать, так как у нас это гололед. Так, ну что, я приехала? Наследила я. Короче, новогоднюю все больше и больше приходит. Я, короче, прошу обязательно выходной себе на декабрь, на 31 число. Но я не знаю, получится это или нет. Вот. Потому что у меня день рождения брата. И ответ, ну, в скором времени, я надеюсь, что я получу. То есть можно ли, чтобы у меня было обязательно выходной 31 декабря, потому что все 31 декабря будут работать. Короче, я купила майонеза. Знаете, что по-другому центру уже играют? Это музыка новогодняя. Christmas time, Christmas time. Там, короче, по пути в магазин есть такая, как арка. Я сначала все не понимала, для чего это все нужно. А сейчас там стали тоже делать такие, как лавки. И там продаются разные светильнички, которые там в виде елок, то есть к Новому году. Либо там какие-то свитера с оленями. Ну, то есть все новогоднее. О, еще мне так не нравится, что вот эти вот очки в кадре. Но при этом я не хочу надевать линзы, потому что линзы это еще хуже, чем очки. Короче, соберу сегодня вот такие вот пакеты себе домой. Потому что, короче, в них приходит поставка. Мне приходит товар, чтобы он как-то не повредился, не запутался. И упаковывают в такой, ну, то есть каждую модель в такую вот, в такой пакет. Поставки же регулярные. Если мы будем прям в каждой поставке брать в этот пакет, то их просто будет негде хранить. И поэтому, когда пакетов мало, то мы сохраняем их. А когда их очень много, то их просто выбрасывают на помойку. И когда бабушка это узнала, она такая, блин, жалко. То есть, ну, такие хорошие пакеты вы выбрасываете. Мы хотели их, типа, выкидывать. И я такая говорю с меня сейчас, слушай, мне бабушка очень хотела теперь эти пакеты. Давай мы их не будем выкидывать. Давай, типа, мы их сложим. Так, ну что, время уже 10 часов. Так что пора уходить домой. Посмотрите, какая красота. Просто вообще новогоднее такое настроение. А я, кстати, знаете, чуть-чуть еще думала по поводу брелков. Мне вот эти вот брелочки приглянулись. Вот этот вот брелочек. Думаю, как его было бы прикольно повесить на письменный стол. Ну, как вам? Она, кстати, по-моему, еще это регулируется по размеру. Хочу померить еще раз то, что я сетом отложила 100 лет назад. До сих пор еще это не купила. Итак, вот как-то так это выглядит. У нас, если честно, очень мало времени, потому что я проковырялась с отсчетами, и уже почти 11. А это означает, что в 11 я должна отсюда ковыроч уйти. Если честно, то я брала этот чокер. Хочу, точнее, купить этот чокер, чтобы у меня были образы для разных вообще абсолютно съемок. Вот. Цепи, честно, для меня это очень необычно. Но я на тот момент себя так ощущала. То есть мне казалось, что это прям будет суперкруто подходить. Я хотела собрать какой-то крутой лук, и я надеюсь, что эта съемка, она все-таки воплотится в реальность. Кстати, честно, вообще я не люблю чокеры. То есть я их не ношу. Я когда-то пробовала, что-то заказала на Алиэкспресс, но я в итоге так и не стала носить, и отдала сестре. Вот он ей очень прям сильно подошел, и она была прям супер-мега счастлива. А я была суперсчастлива, что я отдала это, то, что мне не нужно. Вот. Вот с чокерами дела как-то не очень обстоят, но я вижу это прям в образе... Не знаю. Либо я хочу как стилистик, чтобы у меня были для разных съемок разные варианты. Я, короче, тут, походу, в самое последнее ухожу. Хотя нет, вон там горит свет, значит, там еще кто-то есть. Завтра у меня выходной, и я пойду гулять с подругой. И, короче, вот раньше я прям такая, знаете, сидела, ну, такая грустная. Я прям вообще не хотела даже никуда идти. А сейчас я прям хочу приехать домой и посмотреть, какие еще есть места. Какие-то, может, музеи, где можно пофоткаться, чтобы мы не только были в торговом центре, но чтобы мы еще зашли и пофоткались, и где-то побывали, короче, в новом месте. Не дай бог, я сейчас приду домой, и не будет горячей воды. Вот просто не дай бог. Но сейчас можно прикольно пофоткать. Я сейчас иду, а у меня в голове просто, знаете, вот это вот объявление, которое у нас по торговому центру, которое я слышу 12 часов. Там, типа, уважаемые посетители, у нас поручень перила проходит регулярную санитарную обработку. Забота я ваш, ваш, такой-то, такой-то торговый центр. Я, когда прихожу домой, первое время просто хочется реально побыть в тишине. Но обычно я и очень быстро начинаю слушать музыку. Только бы, чтобы была горячая вода, чтобы можно было отогреться. Кстати, вам видно луну? Я же по традиции вам не рассказала, как прошел день. Сегодня все прошло отлично, все супер. Был один нюанс, который я вот уже даже стала забывать. В общем, в тот момент, когда я должна была остаться одна, на моя сменщица уйти. Сошли в наш магазин люди, ну, типа, три каких-то мужчины. Они как-то себя очень странно вели. И я, когда вижу таких людей странных, я не хочу с ними, так сказать, контактировать, вообще как-то взаимодействовать. Но так как они сами, причем, задают какие-то вопросы, то это, короче, приходится делать. Вот. И она находится в подсобке. Она слышит, что тут происходит. То есть якобы им вроде бы отвечаю, но они задают какие-то очень странные вопросы. Я не помню, какие. Ну, люди не нацелены на покупку. Люди просто зашли, потому что, видимо, им скучно, там еще что-то там. Потом они такие, вы не в настроении. Ну, как бы, я не то, что не в настроении, я просто как бы с этими людьми не хочу общаться. Я такая, нет, почему? Там что-то такое там это. И потом они там, можно я там померяю шляпы, а у вас продается пальто? Ну, вот по типу таких вот странных вопросов. То есть у нас магазин бижутерии, а у вас продается пальто. И выходит сменщица такая в куртке. Я ей такая, не уходи. Я такая подхожу к ней, не уходи сейчас. Она такая, да я слышу, слышу. Типа, все, сейчас уйдут, и я уйду. Но они очень достаточно быстро ушли. И все, все было ок. Потому что я уже реально так думаю. Так, ну пока они ведут себя адекватно, пока они все в рамках нормы, если что-что делать, типа охранники вот они тут ходят, типа если что, к ним идти. Меня так учили. Я уже прям реально, ну, об этом стала, ну, наперед продумывать. Итак, 5 утра. Окей. Я смотрела музеи, куда можно пойти. Я находила музеи, которые в основном находятся территориально ближе ко мне. И музей, который я нашла там на метро ветеранов, скульптуры разных мифических существ. Мне, почему меня туда тянет, потому что там можно сделать, ну, классные фотки. Там, допустим, какие-то медузы. Они, у них очень красивая, яркая подсветка. Я понимаю, что на айфоне можно сделать кучу классных фоток. Просто, видимо, мне очень нравится бывать в таких местах и смотреть, как люди что оформили и фотографироваться.